всем всем привет все приехали на разгрузку это прошлое видео и вчерашний день разгружают меня потихонечку устав домой приехал вырубился сразу сейчас короче нам надо придумать где прицеп поставить я сейчас таки не сталкивался не знаю может где-то здесь на объекте укинуть лишь бы никто не утащил я реально чего там понты вообще зацепить не знаю болгарочка попилить и тупо на металл возбросить там еще и приличный башню короче мне где-то надо процепчик кинуть и лететь с вами вместе в этом же видео скорее всего за травой после с травой летим и в поторию только помоги в поторе может даже за и в поторе то есть мы были с вами прошлое поза прошлое видео саках и мы скорее всего будем через ту же дорогу ехать через море и также с как и сказал мы будем ехать слева от нас будет море справа нас будет озеро типа на кстати солевые озера ли озеро солевое озеро у нас летом она именно красная розово-красная именно такое есть я сам обалдеваю прошлом году мы с пацанами поехали посмотрели пофоткать пушка была витончик пушка вону тогда не было камеры я просто на телефон снимал и все как бы как есть так есть сейчас мы разгружаемся быстро летим на загрузку там дальше не приду а насчет озера красного по-любому летом я вам покажу это по-любому за травой надо успеть к часу я сейчас буду звонить быстро лечу домой прицеп скидывать решила дома оставить потому что на прицепе обнаружил грыжу не грыжу такая вздутие короче колеса передней оси и на прицепе вообще бы не хотелось что-то взорвало ты можешь на команде из задней что-то происходит задним кольцом то там как бы не особо страшно ты можешь доехать какого-то места и это поменять окруженным есть вот это лопнет на прицепе вот там начнется геморрой прочее легче мило сейчас пустынка дома докатить до едет спокойно и полина я походу в пробку попал капец и думаю поменять так что я сейчас быстро домой качу и сразу же в октябрьское ближе вот так вот быстренько сейчас пробежимся это колесо мне нравится спущено даже сейчас сейчас увидим нет видит вот смотрите начало то есть на ночь и долго не походит где-нибудь дабаку короче это мусор кстати это не нарезка заводская ненарезанная конечно очень редко нарезаем вот кошачья лапка вот у меня просто их четыре колеса и если одно умирает и не пришлось его нарезать тонн остыть как запасно все его на машину не ставь губцы всякие такие гадости пусть таких глупых вещь вообще не разбираются машина реально и уплата чекскания у нас ночи прям по идее 1 есть так вот насчет резины кошачьей лапки короче смотрите он сейчас обещаю в этом ролике они помню предыдущих обещал нет кошачья лапка да вот там такие гадости пишите под это и поэтому подводить колеса взрываются обещаю сразу заранее только лицо на запас мы редко когда нарезаем кольцо это когда реально вот ну бывают такие моменты они у всех бывают то есть в основном это на запаску на прицеп там недолго они едят то есть нет такого что ты его поставить и тупо на на нем тоталого пока он не взорвется реально вы говорите при приводите пример людей которые работают компании недобросовестной компании которые долет чего вы а нахер вы меня обгоняйте тогда недобросовестные компании которые реально не меняют резину абсолютно я такие компании знаю потому что я работаю их постоянно вижу эти компании которые так работают которые так делают это недобросовестные плохие компании дтп происходит чаще всего из-за легковышек которые выезжают на обгон фуры то бывает когда взрывается либо засыпают из-за переработок из-за тоннажа колеса взрывается из-за перегруза это не секрет потому что когда колесо взрывается и сильного перегруза нет колесо может просто пахнуть аккуратненько и человек нормально реагирует на этот момент бывает конкретный перегрузок и за эту дтп так вот я нарезаю очень редко ну вот отец я когда на запаску и тому подобное вот так же кошачья лапка у нас сзади четыре кольца стоят есть сейчас одно из колес выйдет из строя то нам придется покупать новые колеса насколько я знаю там по моему на кошачьи именно этой нашей резине стоит индекс у и еще на этом как-то называется не подготовился не могу вспомнить эту резину можно нарезать вот кошачья лапка у нее есть дополнительный протектор который позволяет нарезку этого колеса то есть это многие смотрю видимо знает только по резине легковой то есть если стерло все выкидывать образовой чуть по другому если тебе надо куда-то доехать или ты знаешь что ты через десять тысяч километров будешь новую резину покупать ее можно нарезать потому что протектор позволяет ты наоборот улучшаешь дорожное движение что ты не на лысый едешь резина с протектором вы сами знаете что ведет себя на дороге в разы лучше это колесо на запаску подошли мне сзади четыре кошачьи лапки которые докатываю до последнего и не буду нарезать то есть вот она станет лысая и все и вот мне нам покупать новые колеса и так я и буду делать а вот эти гадости писать дтп там убей себя или там чё-то чё такие гадости бишь люди тупорылые просто не понимающие что они даже пишут настолько тупые просто слов нет это существовало есть место быть на резке колеса то есть счастов это списывать не надо ну да я может вам сказал мол типа вот так зарождается колеса на этот прикол сказал сарказм шутку как бы меня это особо не волнует что там пишут ну такие гадости иногда пишет мол типа потом такие как ты забирает за все время насколько я знаю вот сколько я езжу и сколько у отца всю жизнь был камаз нарезка колеса лопались но не сильно и и вы не сравниваете камазовские колеса с фурами у фур намного больше бабахают колеса чем у камаза но камаза чуть по-другому бабах не так сильно ну тоже сильно но не прям что вау как как на хуже если бабахнет так бабах ладно сейчас мы аккуратненько поедем едем по 11 километру я сейчас даже на заправку буду заехать по-моему она впереди да также на пятерик заправимся и я вам все хочу показать внимательно что происходит почему он обратно отчитывает какие-то у меня он упал меньше чем 0 и обратно в сторону отчитывается каким-то образом представляете я вот так еду так ну присмотрелся думаю что-то это считает нет километраж он сейчас прыгает на очки походу сейчас заправимся подойдет а теперь посмотрите едем и все нормально спидометр работает вам показывает сейчас 65 мы едем 67 но чуть-чуть обманывает и есть все вверх потом раз захочет не работать потом раз захочет работать по желанию хочет работать вороты 150 здесь гонял велико 700 точно не помню смотрите трактор уже по всех вовсе начался 5 короче у них вовсе началось да поля все дела напишите вообще выкат на этим заниматься поля не вот этим вот просто у нас их ну у нас ведь у нас с водой проблемы у нас можно взять недорого их в аренду что-то делать да и техника тоже сейчас старенькая недорогая кто-нибудь там под трактор мрактор да не ковыряться надо но меня это наоборот прикалывает ну вы напишите кто этим занимается вообще выгодная тема нет так что мы едем не в саму их поторю а в саки штормовой вместе верните направо по карты шаган даже дорогу с поля знает короче вот такие вот дела сейчас выезжаем я думаю в саму их поторе оказывается не в саму их поторе ну ладно в сакский район едет в штормовой ну капец из деревьев конкретный здесь люди так живут еще вообще офигеть идти прям наравне с этим как у нас ну это головой вылетел да ну а как он трамвай этот поезд ну это трамвай по-моему обычный наравне даже такой же сета как и мы мы можем его обогнать обгоним давай правда мы броженный чуть-чуть сейчас мы его натянем давай КамАЗ ворвается КамАЗ уходит болидом номер один вроде бы мы обошли да ха 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 КамАЗ сила даже трамвай обменяем или поезды иначе короче нам еще 43 км оказывается это за их поторю и мы будем проезжать то место где мы якобы закат ловили может даже сегодня успеем закат всякие вот мы проезжаем и едем в сторону Ихпатории будем проезжать Ихпаторию и будем ехать за Ихпаторию как у нас село называется сейчас мы едем по Ихпаторийскому шоссе вот здесь вообще такие старые дома вон слева от нас как будто после войны какого-то Чернобыль как в этот захват был видимо вот такие вот пироги накорочевали 67 70 где-то поистоличку доедем что я вам могу сказать хочу еще поговорить насчет ютубчика еще не стукнуло у меня тысячи подписчиков я все боялся раньше за часы там надо 4000 часов набрать за подключить монетизацию я думал что я подписчиков быстро наберу а вот часы мол буду долго набирать а вот как-никак по-другому все все-все по-другому происходит наоборот я часы уже перевыполнил по второму кругу уже третий наверно пошел да уже третий прошел уже там за 8000 почти 9000 часов а вот подписчиков не могу набрать первые тысячи какие-то нереально тяжелые вот так что осталось там мне там уже 820 было что-то такое осталось мне там эти 180 человек и монетизация не знаю я вам скажу потом сколько и тучек будет давать мне кажется первое время это вообще настолько мелочи больше эти деньги даже не переводят нам наверное комиссия будет дороже стоить кстати 66 57 короче на диппоин навигатор показывает на 1 км в час больше не знаю будет видно видно нет вам мы сейчас будем по такому месту проезжать очень интересно надеюсь будет видно море и солевые озера не не будет видно справа от нас железная дорога не будет видеть море штормит мы с вами когда фоткались типа на закате какого не было я вам скажу даже конкретно штормит даже очень ну да на улице ветер конечно конкретно если он будет так же штормить на обратном пути я вам это сниму на видео потому что это довольно таки интересно очень очень вот где мы стояли фоткались более быстрый маршрут что там у меня там более быстрый маршрут какой-то что там глючи что ли нам быстрые маршруты не нужны нам нужно так чтобы грузовик проехал да море штормит вон кстати она даже сейчас красным и розовым отдаёт но это плохо видно на камеру то есть там такие красные красно-розовая вода из-за соли вот так вот видно нет мало там тоже вода мы уже их по торе подлежали но вода штормит конечно конкретно я вам скажу конкретно штормит тут даже есть куда нам будет заехать море что сказать море и американский встреч вода там красная вода были на камеру это не увидеть далеко просто но это правда не море это это типа озеро что ли что ли что ли да это лепеста ездят лодочки плавают сейчас мы в Патторию будет сам город в Экватории заезжать пока ждем которого обогнали могли бы его не обгонять и не стояли не ждали бы его ну хоть перекусим чуть-чуть бутербродик уже звонили осталось 27 километров все думают наверно что я как легковушка должен быстро доехать а нет тут то было видите как грузовичок стоит а как он готов красави газочку если не ошибаюсь бренд идет а больше щеки едут и едут и едут а я хер продвинуть как он такой вариант щетки такой сейчас мотор бы новее поставили бы современникам чтобы расход был и тяги хватало как я не люблю эти пробки это пипец ну посвятил это просто скутка летом обалдите как я устал пробки стоять смотрите какой старичок сейчас редко такие кадры все ухоженные еще и женщина за рулем да ладно офигеть нифигасе вот это да вот это павро смысл разгрузку я не видел показывать короче закончили солнце не такое как тогда закат не такой будет красивый пасмурная погода не особо я вдалеке я кстати никогда не видел в Крыму этих ветреных ветреные вот эти вот электростанции которые от ветра крутятся и я первый раз в жизни увидел вдалеке такую такие станции вообще здесь я вообще в этих краях первый раз я вместе с вами то есть вы не здесь ни одни я здесь тоже первый раз и насколько я наслышал именно в этих местах крутые пляжи если я был бы на легковой а мы с вами обязательно летом этим летом сюда приедем так что подписывайтесь ставьте лайки колокольчики и лето мы обязательно приедем сюда на море и оценим я вам покажу в Крыму где стоит где не стоит это такая чисто для моих крутых и крутых и крутых и еще раз крутых подписчиков куда лучше ездить потому что многие по ошибочной едут в Ялту а лучше честно мой совет привет волга здесь намного круче вот новая Федоров пошло намного круче чем там так ну туда знаете что туда меня впустить могут не впустить я уже вижу там куча знаков односторонние движения там по любому где то близкое подъехать не смогут там закроет вон там вдалеке может подбить подъехать поближе я еще давайте подъедем когда я еще тут буду на камазе а вдруг мне кажется конечно заграждено все это дело будет я не смогу конечно это самое сфоткаться вблизи сейчас тоже такой рейс вообще копеечный чисто на солярку считает что мне не нравится расход да вот у иномарок у них на 10 20 меньше расход и вот она сказывается в рейсах в месяц сумма которая выходит чем у меня так пары включим все воздух накачан и едем правда были дороги здесь такая разбитая ну там вот далеки что я их не вижу а тут их так хорошо видно а вон они все вон они уже не крутятся до этого крутились давайте сейчас попробуем подъехать постараемся если можно здесь есть такая возможность я бы схватил схватку как камаз на фоне этих вещей у меня самое интересное вблизи никогда нет не могу понять как туда заехать я там нашел в поле дорогу ну вот да она меня приведет не очень хочется рисковать одно дело на легкаушке другое дело на камазе если блин встану не очень хорошо там все так красиво как бы крутится это все дело хочется как бы блин ну блин я не знаю там дома какие-то вдалеке как оно все будет так мы Давидыча смотрим про этот как его Porsche Туркан один день назад Туркан Тайшкан Турбоэс короче вот мы стоим вот слева от нас вот у нас получается там есть граница море а это озеро и между ними есть такая вот типа тропинка 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 в длину и между ними есть короче разрыв что море соединяется с этим озером ну его почему-то назвали озеро ну короче вот так вот и тут сразу что-то поле прикиньте кайф какой здесь что-то сажать и все остальное ладно я думаю мы будем разворачиваться честно говоря не очень охота мне это рисковать туда ехать очень бы хотелось потому что там вдалеке тоже море тут везде в принципе море тут в округе море короче ну я честно говоря не особо рисковать хочу так что всем спасибо за внимание я наверное буду с вами прощаться и потихонечку поеду домой вот такой маленький рейс получился всем спасибо за внимание я устал честно не знаю что даже уже говорить за эти два-три дня без конца за рулем за этой баранкой уже голова короче не варит реально хочу доехать домой и нормально поспать немножко пока буду ехать вот Давидыча досмотрю что он там наснимал конечно мне до него очень далеко фильмы все снимают я тоже хотел бы так ну в таком темпе как жизнь покажет как жизнь покажет я говорю такая красота облака так летят быстро камаз работает как часики там вон то эти воздушные эти да вы не увидите что их показывалось вы их по-любому не увидите потому что все широкоугольные все искажаются и вдалеке это не увидите что я вам хочу сказать спасибо что смотрите а я поеду домой аккуратненько решил все таки же я выставить уже выставил на продажу Соньку свою x3000 и планирую на девятую перейти гопру там немного сам как вам так объяснить не то что в каком формате он снимает вообще мне надо переходить обратно тысячу восемь снимать потому что в 4к мой компьютер особо не сильно вывозит и как бы то есть я в 4к я форматирую таким образом я звук сначала слушаю без картинки то есть прослушиваю что надо где вырезаю все что связано с картинкой определенные моменты высматриваю потом вырезаю потому что до винчи рисов и так и как он там правильно называется 4к на моем компании вывозит вообще так что такие дела и мне не формат разрешение максимально интересует а то что там есть экранчики и на него очень много апгрейдов на gopro то есть я там видел что человек обзор снимал на gopro что я замерзает туда-сюда ну у меня это мало волнует потому что в крыму особо не нет таких холодов и как бы этот ну даже если есть я думаю с девятки по моему там это уже почти решили ну что я вам скажу хочу девятку купить и обновиться она правда дороже сверху придется еще двадцатку как минимум накинуть я надеюсь она этого будет стоить не на телефон же снимать все таки же хочется чтобы вам было приятно глазам было приятно чем просто чем просто на телефон снимать на телефон для старых как вот первые там пару видео чисто вообще попробовать себя в этом формате типа в youtube снимать а так ну телефон на больше не годится вот и собираться еще один день снять с камазом порядок навести вот будем что-то делать короче там что-то что-то поставил этот тахограф у меня с этим тахографом переработки гигантские я еще карточку не получил у меня там такие вот вчера домашь 9 10 часов сегодня у меня там там сколько я еще не понимаю как он мне пишет здесь пишет что за сегодня 17 часов за рулем такой же не может быть короче я щас к нему не привык не разобрался как как им вообще работать а это типа общее время водителя 17 часов я вообще в дорогах был как я включил его ну и этот километраж это кстати зачет реально то что километраж есть потому что здесь на этом сценарии километраж он только хуже делал не те цифры дают вы сами видели как бы он в обратную отчитывают потом вперед ладно все прощаюсь всем пока всем большую счастье большую счастье все так смотрим Давидович я говорю Муря конкретно штормит аж из щелей будет холодным каким воздухом ветер холодный который имеет подключение непосредственно батарей конкретно штормит